Лето – это время игр, развлечений, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Чтобы организовать отдых с пользой, на базе Дворца культуры не первый год организуется разновозрастный отряд. Организация таких отрядов – одна из интереснейших и важнейших форм работы с детьми в летний период. 2021 год не стал исключением. Организаторы учли все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Разновозрастный отряд – это маленькая жизнь. Всю смену в отряде царит веселье, суета. Каждый день наполнен интересными событиями и мероприятиями. Программа отряда разнообразна и насыщена. У нас уже заканчивается работа первая смена разновозрастного отряда. День у нас начинается с часу и длится до четырех часов. Начинается у нас смена зарядки, которую проводит Юлия Николаевна, специально подготовленную именно для этого лагеря. Далее идет мастерская с Анастасией Евгеньевной, Урсакей, где ребята делают поделки, рисуют рисунки. Кстати говоря, в фойе Дворца культуры оформлена выставка «Кодню семью любви и верности», которую ребята подготовили сами в первые дни своих занятий. Конечно же, без переменки на свежем воздухе мы не обходимся. Обязательно с проветриванием кабинета ребята гуляют, рисуют на асфальте рисунки, играют в активные игры на улице. Дальше у нас по плану каждый раз, каждый день подготовлена небольшая мастерская по вокальному искусству, по хореографическому искусству, театральному и также, конечно же, задействован спорт. И перезагрузка. Туда входит комплекс мероприятий, который направлен и на выявление различных творческих способностей. И, конечно, ребята просто резвятся, играют со своими преподавателями. Первая смена у нас длилась 7 дней, начиная с 1 по 9. Все три смены будут входить в июль, то есть разновозрастный отряд у нас запланирован на июль месяц. Если ограничения снимутся, далее ДК будет работать по дворовым площадкам по городу. Деткам очень нравится, они, несмотря на пускай небольшое, но все-таки разница в возрасте, нашли общий язык, нашли здесь новых друзей. Честно говоря, что-то выделить невозможно. В каждом занятии педагоги, наши специалисты находят что-то такое, от чего ребята всегда в восторге. И новые песни, и с удовольствием танцуют, разыгрывают музыкальные сказки. Ну, конечно, спорт – это жизнь. Они с удовольствием гоняют в мяч, проводят эстафеты. Сегодня у нас запланирована тематическая игровая программа с элементами театрализации. Как вам отдыхается в лагере? Кто может сказать? Пожалуйста. Хорошо. Что вы делаете? Чем вам особенно нравится заниматься? Рукодельем. А что на рукоделе вы делаете? Какие изготавливаете поделки? Ромашки, змейку. Мне больше нравится в лагере физкультура. Молодец. Ну, как сказать. Ну, мне тоже нравится ходить на лагеря, ведь мне повезло, что здесь у нас воспитатель, мой тренер. Как тренера твоего зовут? Александр Викторович. Мне нравятся и физкультура, и лагеря. А ты какую-нибудь поделку самую хорошую делал? Скажи. Для меня они все были хорошие. На физкультуре мы выполняем простые гимнастические упражнения для детей на гибкость, на ловкость и на реакцию. Дети хорошие, активные, добрые. Да, спасибо родителям за воспитание. На каждый день составлен план работы, в который входят зарядка, творческие мастерские, игровые площадки на свежем воздухе, спортивный клуб. Смена разновозрастного отряда длится на протяжении семи дней. День у ребят в разновозрастном отряде расписан по часам, но режима они не замечают. Проводят время с удовольствием. К Дню Семьи, Любви и Верности ребята организовали выставку в фойе дворца. Помимо жителей нашего города, к нам обращаются приезжие. Все, что нужно, это взять справочку у терапевта, от ксерокопировать свидетельство о рождении и написать нам заявление о приеме.